В Большом зале Астана-Опера состоялся легендарный балет «Спартак» в хореографии Юрия Григоровича. Спектакль проходил два дня, в главных партиях состоялись дебюты. У Тамири сбилял подробности. Битва за свободу, ожесточенные гладиаторские сражения и роковые чувства. Это целая эпоха на сцене. Балет «Спартак» известен не только своим захватывающим сюжетом, но и сложнейшей хореографией Юрия Григоровича. Музыку Арам Хачатурян писал около четырех лет, в том числе и во время пребывания в Италии. Партитуру буквально создавали с видами на Колизей и Апиеву дорогу. Этот масштабный спектакль в Астана-Опера впервые представили 10 лет назад. Помимо известных исполнительных главных партий, зрители увидели и яркие дебюты. Роль «Спартака» исполнил Даниэр Жуматаев. «Спартак» — это очень знаковый балет. Мне кажется, у артиста выпадает возможность исполнить его на сцене, тем более в нашем театре. Исполнять это для меня большая честь и очень приятно. Конечно же, это было моей мечтой. События разворачиваются в Риме. Сюжет повествует о справедливости и смелости «Спартака», который решил поднять восстание. Волнение настигает всю страну. В спектакле также фигурирует полководец Красс. В бою он не раз столкнется со «Спартаком». На сцене «Астана-Опера» в роли Красса дебютировал Улжас Тарланов. Я буду исполнять роль Красса. Для меня это будет впервые. Честно скажу, для меня это очень приятно и в то же время волнительно. И я бы сказал, лично для меня это испытание. Потому что партия Красса, она очень сложная. Она технически сложная, физически сложная. И к тому же плюс нужно передать зрителю всю смысловую нагрузку. «Спартак» с рабами достигает дворец Красса, но терпит сокрушительное поражение. Завершает спектакль сцена скорби. Во мгле возлюбленные оплакивают «Спартака». Балет не только построен на гладиаторских боях. Это череда эпизодов и отдельные исполнения талантливых артистов. Труппа «Астана-Опера» в полной мере раскрыла драматический сюжет зрелищного спектакля.